Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня я вас приглашаю на прогулку по Буэнос-Айресу, на прогулку по району Ретира. Это тот район, который первым вас встречает, если вы пребываете в город Буэнос-Айрес на железнодорожном транспорте, потому что именно в Ретира находятся три самых крупных железнодорожных узла этого мегаполиса. Итак, идемте же погуляем по району, где самые роскошные особняки Буэнос-Айреса соседствуют с самыми опасными трущобами. В трущобы я вам не обещаю показать, а вот самые роскошные дворцы этого города, как всегда, с удовольствием. А начнем мы прогулку по району Ретира, по зеленому сердцу этого района. Сейчас я нахожусь в парке Сан-Мартин, а конец февраля и у нас сезон, когда заканчивает свое цветение потрясающе красивое дерево, которое в Аргентине называют пьяная палка, палуборачо, ну или у ботаников оно называется сейба. Но дело в том, что в Аргентине сейбой называют совершенно другое дерево, но это же Аргентина, здесь у всего есть свое название. С этим деревом в Аргентине связана одна очень романтичная легенда. В далекие-далекие времена в одном племени среди джунглей жила очень красивая молодая девушка, у которой было много женихов, но она смотрела только на одного храброго воина. Они влюбились друг в друга, однако их роман длился недолго. Парень с другими воинами ушел на войну с другим племенем и не вернулся. Девушка впала в глубокую тоску и печаль и однажды ушла в джунгли и не вернулась. Некоторое время спустя несколько охотников нашли ее мертвой среди леса. Из ее рук росли ветки, а из пальцев распустились белые цветы, которые с течением времени становились розовыми. Она превратилась в дерево сейба великолепная или пьяная палка, как его называют в Аргентине. Согласно этой легенде, белые цветы символизируют слезы девушки из-за потери любимого, а розовые цветы символизируют кровь воина. Но это не единственная легенда, которая ждет вас на площади Сан-Мартин. У меня их всегда много для вас. В этом 2023 году небоскребу Кавана исполняется 87 лет. Долгое время он был самым высоким в Латинской Америке, первым в Аргентине с центральным кондиционированием воздуха и обладателем легенды, столь же привлекательной, как и его архитектура. И это легенда о том, что мать способна сделать для ребенка абсолютно все, даже строительство небоскреба высотой 31 этаж в начале 20 века. И настолько великолепны, что сначала он был объявлен национальным историческим памятником Аргентины, а впоследствии и всемирным наследием современной архитектуры ЮНЕСКО. Любовь и месть – это приправы для любой захватывающей легенды, несколько раз деминистифицированной и которая окружает реалистическую архитектуру и главный фасад здания Кавана. Легенда гласит, что в 1936 году Курина Кавана богатая, но не аристократка взорвалась яростью, когда узнала, что отношения между одной из ее дочерей и молодым человеком из семьи Анчуарена были отвергнуты матерью парня. В то время семья Анчуарена жили во дворце на площади Сан-Мартин, его мы увидим позже, и мать семейства Мерседес построила для себя знаменитую базилику святого причастия, как фамильную усыпальницу и которую было бы видно из окон ее дворца. В отместку Курина предложила возвести между дворцом и их базиликой внушительное бетонное сооружение в свою честь. За 14 месяцев инженер Радольфо Червини и архитектор Санчес Лагос де Латорре возвели это внушительное для этой эпохи 120-метровое сооружение с видом на площадь Сан-Мартин. Карина не только выполнила свою задачу, но с тех пор единственным местом, где можно было любоваться фасадом церкви, является проход, который носит ее имя и фамилию, являясь частью здания. Кстати, в церкви святого причастия венчался главная легенда Аргентины Диего Марадона. Здесь, на площади Сан-Мартин, заканчивается одна из самых знаменитых улиц Буэнос-Айреса – улица Флорида. Вон здесь она, сзади меня. Но об этой улице я вам расскажу в одном из моих следующих видео. И не забывайте вон там, в комментариях, писать ваши пожелания к прогулкам по Буэнос-Айресу. История района Ретира начинается с основанием города Буэнос-Айрес Хуаном Гараем в 1580 году. Но долгое время это была загородная зона с сельскохозяйственными фермами. И только в XIX веке начинается современная история этого района, когда аристократы Буэнос-Айреса начали здесь строить свои загородные резиденции, спасаясь от городской суеты и эпидемий, опустошавших быстро растущий город. Сегодня Ретиро – это район офисных небоскребов, великолепных дворцов Серебряного века и самых маргинальных трущоб. Один из самых роскошных дворцов Буэнос-Айреса в начале XX века возвел для своей семьи Хосе Пас. Он был крупным землевладельцем и основателем одной из самых читаемых газет в стране. После жизни в Париже в качестве посла Аргентины он решил на родине построить свой маленький Париж, такой маленький, площадью 12 тысяч квадратных метров. Во дворце Пас 140 комнат плюс различные подсобные помещения для жизни и работы 70 слуг. Во дворце также был большой зимний сад. Очарованный французской культурой того времени, Хосе Пас взялся за строительство этого претенциозного проекта, вдохновленного французскими замками и прежде всего такими, как Шантижи. Проект, который он никогда не увидел реализованным, так как умер раньше его завершения. Субтитры создавал DimaTorzok А мы идем дальше прогуляться по площади Сан-Мартин. Чтобы насладиться этим зеленым оазисом в центре города, а также красотой архитектуры окружающих его домов и дворцов, построенных еще в период Серебряного века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это дворец той самой властной Мерседес-Анчо-Рена, которая построила напротив своего дома базилику Святого Причастия. Дворец является живым свидетелем и участником истории Аргентины. Его архитектура, функциональность и символика выражают ценности, идеологию и устремления креольской элиты и землевладельцев конца XIX и начала XX веков. Исторический контекст строительства этого дворца позволяет исследовать этап великих социальных преобразований в Аргентине, а его последующий переход из частной резиденции в штаб-квартиру Министерства иностранных дел делает его ареной важных событий современной истории страны. А теперь давайте вернемся к нашей легенде о Мерседес-Анчо-Рена. Именно из-за этих окон своего дворца Мерседес должна была любоваться своей базиликой Святого Причастия, которая находилась на другом конце этой площади. Вон там, вот вдалеке, видите, это и есть небоскреб Кавана. Продолжение следует... И здесь же рядом на площади Сан-Мартин вы всегда можете стать свидетелем какого-то интересного интернационального события. В этот раз я застала красивых девушек в костюмах Республики Доминикана. Именно этот памятник великому освободителю всея Аргентина Хосе Сан-Мартину является главным в стране, и именно здесь ему поклоняются прибывающие в Аргентину международные делегации. Аргентина их торжественно принимает. Вот что недавно с моими туристами я увидела напротив памятника Сан-Мартину. Ну а мы с вами продолжаем гулять дальше по району Ретиро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здесь же на площади Сан-Мартин находится монумент, павшим на Мальвинских островах. Это кинотаф, символическая могила в честь 649 погибших на войне за Мальвинские или Фолькленские острова в 1982 году. Санкт-Петербург А это архитектурное великолепие с более чем 100 летней историей и которая нынче называется монументальная башня, после проигрыша войны за Мальвины хотели снести. Почему? Да потому что до той самой войны она называлась Английская башня и была подарена городу Великобритании. Монументальная башня была построена в 1916 году и на протяжении всего 20 века была свидетелем развития города и многочисленных волн эмиграции, которые превратили Ретира в главные ворота в город Буэнос-Айрес. С 2001 года монументальная башня действует как музей. И здесь можно на лифте подняться на самую ее вершину и посмотреть окрестности Буэнос-Айреса, что сейчас мы с вами и сделаем. Наслаждайтесь! Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 И это одно из самых культовых мест ночной жизни города Буэнос-Айрес, который не перестает удивлять на каждом шагу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одно архитектурное великолепие – дворец Ортис Базуальда, в котором сегодня находится посольство Франции в Аргентине. Нет, ну а что еще могла выбрать для своего посольства Франция в этом южноамериканском Париже? Конечно же, самый великолепный дворец! Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В самом здании дворца находится музей латиноамериканского искусства Это одна из самых важных коллекций в мире латиноамериканского искусства Его наследие включает в себя важную коллекцию художественных и декоративных предметов Южной Америки Начиная с колониального периода и заканчивая независимостью Выделяются изделия из перуанского и альтперуанского и речного серебра Высокая перуанская живопись, живопись искусства, образы кито и иезуитов и португальско-бразильская мебель Среди небольших коллекций есть черепаховые гребни, использовавшиеся в Рио-де-Ла-Плато в первой половине XIX века Наследие этого музея представляет собой рассказ о культурных сферах жизни Южной Америки на протяжении столетий Завоевания, колонизации и христианизации континента Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом наша прогулка по району Реттира в городе Буэнос-Айрес подошла к концу Если вам понравилось мое видео, не забывайте поставить лайк вон там, вот внизу Напишите комментарии, в комментарии пишите любые, понравилось вам видео или нет И до новых встреч на моем канале! С вами была ваша Елена Вивас Всем пока-пока!